А вот что касается школы 73, которую капитально ремонтировали по той же уголовной схеме, что и 167-ю школу, то там ситуация хуже. В 73-й школе капитальный ремонт должны были закончить до конца 21-го года, но к моменту сдачи школа была не то что недоделана, она была в разрушенном состоянии. Но тем не менее, Управление капитального строительства Нижнего Новгорода признало ее готовным объектом. Глава УКСа Сергей Куклаев подписал документы о ее приемке и выплатил из бюджета Нижнего Новгорода подрядчику 90 миллионов рублей. Школа так и стояла в разрухе в течение 22-го года и только после нашего сюжета летом 22-го года, где мы рассказали об этой явно противозаконной схеме, в школе были возобновлены ремонтные работы и было возбуждено уголовное дело. Но даже сейчас, в 23-м году, конца ремонта, который городской УКС принял и оплатил еще в 21-м году, конца этому ремонту не видно. Более того, родителям представители городской администрации сообщили, что сроков окончания ремонта назвать не могут вообще. Сейчас начались суды с подрядчиком, которые были выплачены деньги и с него хотя бы часть этих денег надеются взыскать. Ну а ремонтные работы практически не ведутся. Это окно вообще не вставлено, а там просто картоночкой закрыли. Если вы увидите главный вход, это главный вход, а не ремонт главный, типа сделанный. Вы посмотрите, там вся крыша того, гляди, свалится. Смотрите, ступеньки, вот смотрите, они уже уехали, ступеньки. Это пластиковые двери поставлены, смотрите, там уже части нет. А наверху-то, смотрите, все сгнило. И по документам они школу сдали полностью, сделан ремонт. Это как? Вот над окошком все уже отваливается. Если качественно все это сделано, проштукатурено, никакая штукатурка не отвалится. Вот трещина прям вот на боковом. Если, как бы сказать, качественно все хорошо, никаких трещин не будет, не должно просто их быть. Ну вот еще, видите, до конца тоже не доделано все. Здесь уже трещина пошла. Это называется ремонт. Туда будет затекать вода. Возможно, что и плесень образуется, не исключено. Ступеньки вот эти, как были, как и есть вообще. Честно говоря, нарушение 100% техники безопасности. По сути, это дело, вообще никакого сдвига нет. Вот до декабря месяца еще они тут вот облицовку делали, чтобы, наверное, угомонить, что что-то делается. И все. Когда работы велись, например, был свет, правильно, были рабочие. А сейчас нету света. То есть мы не видим, что машины приезжают. Если раньше видели, вот этот фасад делали постоянно, машины что-то выгружали, люди прямо. А сейчас, то есть, ну, полная тишина. Никакого движения работников здесь нету. Здесь тишина. Школа стоит. Три работника это в поле не воин. Вот, видите, нас не пускают в школу. Вот. Нас в школу не пускают. Стоит работник. Яшка, а стройка идет вообще-то? А что там делают? Там все делают. Тихонько там все делают. А сколько рабочих-то на стройке? Я не буду. Если нас не пускают, вот видите, выходите на улицу, значит, есть что скрывать. Что творится там, я не могу сказать. Судя по этому, как бы сказать, полувыходу работника, они там как бы есть. Но ведь можно сидеть, просто чайку попить, полубаться, вот он как он стоит. Я тот человек, который ходил и выбивал вот эти деньги, 110 миллионов, на эту школу. В администрацию района я ходила, разговаривали с представителем Приворского федерального округа. Я, это я. И что, я не имею права посмотреть, что в школе творится? У меня здесь дочь учится. Сколько можно бегать по школам? 64-й, 139-й, 74-й школы. Мы что, как беженцы? Извините, вот эти вот деньги ушли куда-то и просто отписки, что, извините, завели какое-то уголовное дело. Сейчас идет судебный процесс над господином Куклаевым, кто ли там украл эти деньги. Но нам от этого ни тепло, ни холодно, ни нашим детям, ни учителям, которые тоже, извините, марафоны наматывают. У города всегда есть резервный фонд. Неужто нельзя эти деньги пустить на ремонт школы, закрыть эту тему, чтобы не переживали ни администрации школы, ни мы, родители, не бунтовались. А потом, когда сыр-де-борс, суды все закончатся, будьте добры возместить в федеральный, в городской бюджет эти деньги. Кстати, в городской администрации нам также сроки окончания ремонта этой школы назвать не смогли. Лишь сообщили, что он будет определен после решения суда о взыскании денег с подрядчиков. Что касается главы управления капитального строительства Сергея Куклаева, который подписывал документы на выплаты подрядчикам денег за невыполненный ремонт школ, тот сейчас в тюрьме, под арестом, но не за школы, а за хищение при реконструкции парка Швейцария.